27 августа – особая дата для этих людей. 20 лет назад в этот день они потеряли своих близких. В 1992 году в этот день в пригороде Иваново разбился пассажирский самолет Ту-134 Ивановского авиаотряда, выполнявший рейс минеральной воды Донецк-Иваново. Никто из находившихся на борту не выжил. Причиной трагедии стало то, что лайнер не вписался в последний разворот и сбился с курса. Мягко говоря, это ошибка экипажа. Они в это место не сумели привезти воздушное судно. Он ушел от курса 1900 метров и по высоте он был выше. И вот, исправляя эту ошибку по курсу и по глиссаде, все взял на себя командир воздушного судна Груздев Владимир Николаевич. И они для того, чтобы снизиться на нужной высоте, они заложили очень большую скорость снижения. И вследствие того, большой скорости, по инерции, самолет коснулся правым крылом верхушки деревьев, отрубил, от самолета отрубили примерно 2,5-3 метра консоль крыла. И потом дальше началась уже катастрофическая ситуация. Перевернувшись в воздухе, самолет ударился о землю. От удара остатки его разметало на многие километры. Катастрофа унесла 84 жизни. И за каждой из них горечь утраты, не излеченная годами. Здесь погибла дочь моих близких людей. Девчонке было буквально 20 лет. Училась, поступила в Ивановский университет, на биологии училась. И буквально только-только вышла замуж в Краснодарский край. Муж остался там буквально, им несколько недель их свадьбы было. Она сюда летела. Мы вечером ждали ее с самолета. Потом узнаем, что самолет не долетел до аэропорта. Вячеслав приехал на место крушения уже на следующее утро. Картина, увиденная им, прочно засела в памяти. Тут оцепление было. Там был разрез квартиры. Стояли шкафы, стулья, столы. И в огороде, в полисаднике стояло шасси от самолета. Поляна была оцеплена молодыми ребятами из школы милиции, из пожарного училища. И на этом поле были остатки самолета и останки людей. Катастроф, подобных этой, в Ивановской области не было. 84 преждевременно оборвавшиеся жизни. Цена ошибки одного человека.